Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алийник. «Открывая Библию» 14 глава, 7 стих. Бытие 14 глава, 7 стих содержит следующую информацию. «И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мешпад, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян и также Амареев, живущих в Хацацон-Фамаре». Вот по этому отрывку задается следующий вопрос. «Насколько известно, Амаликитяне – это потомки Исаава, сына Исаака, а последний на тот момент еще даже не родился. Как же тогда могла существовать страна Амаликитян? Или Моисей здесь для географической локации просто использует реалии своего времени?» Вот такой вопрос по данному отрывку. Приглашаю вас для начала вспомнить контекст этого повествования. «О чем идет речь? Кто такие они, которые пришли в страну Амаликитян и так далее?» Что здесь описывается? Обратимся к 14 главе книги Бытие в начале первым двум стихам. Бытие, 14 глава, первые два стиха говорят. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Илоссарского, Кедор Лаомера, царя Иламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского и против царя Белы, которая есть Сигур. Перед нами описание военных действий. То есть, это война двух коалиций, древних государств. Дальше в этом повествовании, в 14 главе книги Бытие, в стихах с 11 по 13 написано следующее. С 11 по 13. «Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их, и ушли. И взяли лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших, и известил Аврама, еврея, жившего тогда у Дубрамы, мамры, а Мариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы». Мы узнаем, что эта война этих двух коалиций имела место во времена жизни Авраама. И вот в это время, по общеисторической библейской шкале, это 19 век до н.э., в это время упоминается страна Амалекитяна, на которую двинулись вот эти завоеватели, и, как гласит прочитанный нами текст, сказано, поразили всю страну Амалекитян. Что же известно из Священного Писания о происхождении Амалекитян? Кто они такие? Откуда они родом? Книга Бытие, 36 глава, стихи с 9 по 12. Бытие, 36 глава, стихи с 9 по 12. «И вот родословие Исава, отца Идумеев на горе Сеира. Вот имена сынов Исава. Елифас, сын Ады, жены Исавовой, Ирагуил, сын Васимафы, жены Исавовой. У Елифаса были сыновья Феман, Амар, Цефога, Фамы, Кенас». Далее, 12 стих. «Фамна же была наложницей Елифаса, сына Исава, и родила Елифасу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой». Здесь впервые в тексте Священного Писания появляется имя Амалек. Соответственно, он стал родоначальником народа. Этот народ получил название Амалекитяне. Но интересно, что в тексте Священного Писания для обозначения народа Амалекитян и для обозначения прародителя этого народа используется одно слово. Вот, например, книга «Исход», 17 глава, 8 стих. Это первое место, где Амалекитяне уже представлены как народ. Исход 17, 8. «И пришли Амалекитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Вот, если посмотреть на подлинник, то слово Амалекитяне, оно вот слева выделено. Амалек. То есть, это то же самое слово, тот же самый термин, что и обозначение имени человека, по имени которого они получили свое название. Перевод у нас Амалекитяне, потому что явно имеется в виду народ. И дальше по тексту говорится о том, что Иисус Навин, 13 стих, «И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча». То есть, это вот первое место в тексте Священного Писания, где термин Амалек обозначает именно уже народ. Один народ, Амалекитяне, воевал с другим народом, с израильтянами. Потому в действительности, как и пишет автор заданного вопроса, во времена Авраама, Амалика, и тем более его потомков, Амалекитян, не существовало. Амалек – это внук Исава. Исав, соответственно, это брат Иакова, который является внуком Авраама. Потому и появляется вопрос, как может быть страна Амалекитян, если Амалекитян еще не было в XIX веке до н.э. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сравним, как описывается продолжение этой военной кампании в этом же 7 стихе 14 главы книги Бытие. Бытие 14.7 гласит, «И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мешпад, который есть в Кадес, и поразили всю страну Амалекитян, и также Амареев, живущих». И дальше указано снова место. В отношении Амалекитян говорится «страна Амалекитян». В подлиннике слово «страна» это дословно «поле», «саде» в оригинале. Вот «поле» Амалекитян поразили дословно. А вот при описании поражения Амареев говорится «Амареев живущих». То есть в отношении Амареев указывается, что поражены были конкретные люди. В отношении Амалекитян говорится о местности. Это существенная разница. Если говорить об Амареях, то на тот момент они уже существовали. Вот мы находим в книге «Бытие» в 10 главе стихи 15 и 16, где рассказывается о происхождении Амареев. Книга «Бытие», 10 глава, стихи 15 и 16. «От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, и в усей Амарей Гиргисей». Амарей – это родоначальник, соответственно, Амареев. Это тот, кто произошел от Ханаана. Ханаан же, соответственно, это внук Ноя, сын Хама. То есть, иными словами, в тот момент, когда описываются вот эти военные действия, Амареи как народ уже существовали. И в отношении Амареев сказано, что они были поражены как народ. Они были завоеваны. Не все, а вот именно Амареи, жившие в Хатсатсон-Фамаре. Но в описании поражения, связанного с Амаликитянами, указана лишь территория. Нет указания о том, что поразили Амаликитян. То есть, соответственно, речь идет о том, что в первом случае Моисей указывает топоним, обозначение местности. Моисей пользуется географическими названиями своего времени, описывая историю, имевшую место 400 лет тому назад приблизительно. И он говорит о поражении той местности, где на время Моисея уже жили Амаликитяне. Он не говорит о том, что они, Амаликитяне, как народ были поражены. Речь идет о том, что вот эта армия завоевала территорию, где во времена Моисея жили Амаликитяне. А вот что касается Амареев, которые жили вот в той местности, то там фактически завоеваны были непосредственно люди. Итак, отвечая на вопрос о том, каким образом можно было завоевать страну Амаликитян, когда ни Амалика, ни его потомков еще не было, исходя из священного писания, ответ такой – Моисей пользуется географическими названиями своего времени, описывая местность, которая была завоевана во времена Авраама. Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-russian-centers.com Продолжение следует...